По всей российской истории в любви к Крылову сходятся консерваторы и либералы, монархисты и социал-демократы, красные и белые. Вопреки завету Некрасова, никто не нес и не несет с базара Белинского и Гоголя. А вот Крылова несут и знают наизусть. Писали в своей книге «Родная речь» Петр Вайль и Александр Генис, добавляя, что по популярности с Крыловым может сравниться разве что Пушкин, а общественное признание — лишь малое толика долга, в котором пребывает перед писателем Россия. Потому что его басни — основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей. Кто не знает, чем заканчивается история вороны и лисицы, или стрекозы и муравья. Их учат школьники, и хорошо помнят взрослые. В чем секрет, рассказывает куратор выставки «Баснословно» Иван Андреевич Крылов и компания Мария Зотикова. Как в драматургии, что бывает там, комедия, трагедия, трагифарс. То есть человек может плакать, смеяться, либо он может горько смеяться. В басне такая же история, она очень драматургична по своей структуре и по эмоциям, какие эмоции она может вызывать. Поэтому, мне кажется, басня живучая еще вот почему. Почему мы все любим кино? Потому что мы проживаем какую-то историю, которую мы не очень хотели бы. Чтобы она случилась с нами, мы с удовольствием посмотрим, как она случилась с другим и переживем, как это катарсис, говорят в конце. В басне она тоже напоминает кино, потому что в басне всегда есть вот это, особенно в баснях Ивана Андреевича. Давайте напомним, что он драматург и автор нескольких пьес, и он умеет это выстраивать. У него всегда есть завязка, у него всегда есть развитие действий, есть кульминация. Кульминация всегда точечно по законам драматургии. Это всегда точка. Либо одно слово, либо одна строчка. Всегда следом за ним следует развязка. Ну и, как правило, басня, она состоит у Ивана Андреевича не всегда, но вообще из рассказа короткого и морали в конце. Иван Андреевич иногда эту мораль либо вплавляет, да, рассеивает по всей басне, либо ее в какие-то две строчки ближе к концу вплавляет. Иногда он оставляет нам сделать возможность этот вывод, но он нас очень хорошо к нему подводит и молчаливо нам показывает на этот вывод. Иван Андреевич, он учитель жизни. Всего написал 205 басен. А из этих 205 басен мы-то, конечно, с вами помним, наверное, всего 15. И это нормально, но это и без того уже колоссальный показатель живучести автора, его концепции, его литературных качеств. Лафантен в свое время сказал, что басня – это театр, где весь мир представляется на подмостках, да, на подмостках басни. И яркие такие вот образы, да, типические нам предложил Иван Андреевич Крылов. Они нам всем с детства знакомы, все эти лисы с сыром, все эти неразумные числа. Волки на псарне, они нам всем прекрасно знакомы, раздувшиеся лягушки. Волк на псарне, Наполеон, Ловчий Кутузов, музыканты-мартышка, осел, козел и косолапый мишка, члены Государственного совета. Многие крыловские басни были остро сатирическими, хотя этот пласт нынешние читатели обычно пропускают. Очень многие басни у Крылова, очень многие, написаны либо на конкретные события исторические. Вот сегодня происходит там война 1812 года, революция с действующей армией, произошло то-то-то, он отзывается, значит, басней о босс, либо код-повар. Для современников это воспринимается как вот репортаж, горячие новости, ну, представляете, да, вы включаете выпуск новостей и там вот-вот, только в классной и образной форме все это рассказывают. Мы иногда забываем, да, про этот план, ну, мы просто можем не знать об этом, да, там какие-то пробелы в истории, в образовании, либо нам мало лет, вот сегодня дети придут, да, им лет 11, они просто этого еще не проходили. Узнаешь историю твоей страны, узнаешь каких-то персон, которых ты отродясь не слыхала, и вдруг выясняется, да. Или, например, ты в этом волке на псарне узнаешь Наполеона, это, по-моему, очень здорово, интересно, и ты сразу начинаешь как-то больше понимать этого Наполеона. Убирал все книжные обороты и неточности. Впрочем, большой архив свой не накопил в многие черновики, просто уничтожал, рассказывает библиотекарь отдела рукописей Российской национальной библиотеки Леонид Сухоруков. У нас хранится достаточно большое собрание автографов Крылова. Некоторые не покидали стен публичной библиотеки, некоторые совершенно разными путями приходили. Например, в рукописи его басен, их сотрудник публичной библиотеки Михаил Истофьевич Лобанов после того, как Крылов уволился из публичной библиотеки, соответственно, освободил служебную квартиру на Садовой 20. Лобанов пошел туда и на чердаке там нашел разорванные в клочья черновики. Он их собрал, наклеил на листы. Некоторые ему собрать целиком не удалось, потому что некоторые части утрачены. Ну, в таком виде до сих пор хранятся черновики, басен Крылова, некоторых промежуточных вариантов его басена. Увидеть черновики, рукописи, письма, библиотечные каталоги и прижизненные здания Крылова можно на выставках в Российской национальной библиотеке.